где я буду сидеть это не твое собачье дело я читаю регламент понимаешь сегодня все принимающиеся законы в российской федерации направлены на одно разрушить жизнь простых граждан сейчас трудящиеся негодуют против сегрегации в посещении общественных мест где требуют от людей эти непонятные qr коды человека превратили в один сплошной товар купи и продай возьми и используй это что за дискриминация уважаемые граждане если вы устали от нынешнего руководства хотите их отставки хотите достойных зарплат хотите достойных пенсий обязательно ставьте лайки распространяйте и делитесь данной информацией эту правду должна увидеть и услышать вся страна радую то что не перевелись еще на нашей русской земле нормальные порядочные граждане есть депутат законодательного собрания ульяновской области матвей володарский во время заседания он обратился жесткой критикой губернатору области алексей русских темой для взаимных оскорблений естественно стало что введение qr режима первая речь идет о том что постановлением губернатора постановлением губернатора указом который сейчас издается по сути дела попирается конституционное право наших избирателей частности и 27 статья и 55 статья то есть и право на труд и право на свободное передвижение то есть у нас губернатора одним расчерком по сути дела да идет полный от кого сверху что идет я не знаю что сверху идет я читаю конституции слушаю верховного который говорит о том что у нас вакцинации до добровольные дальше читаю указ губернатора а сейчас мне говорят выполняйте указ губернатора а если завтра в указе пропиши что по четвергам мы должны носить желтых желтые скажем штанишки и чем не должны это выполнять а потом еще вирусолог мир города подскажет на что желтый цвет отпугивает вирус и что поэтому еще раз повторяю что постановление указы губернатора они не должны расходиться с конституцией если сегодня граждане понимаете да вот эти указы они не продуманы также он отметил что сегодня медицина по сути отсутствует депутат привел в пример что в 4 поликлинике даже нет бинтов депутат также отметил что губернатор просто вгоняет регион в темные века ясное дело что нельзя бросать все на самотек нужно обсуждать и принимать решение если он не справляется со своими обязанностями выговор отправить в отставку и судить чтобы он ответил ответил за все те действия которые он совершил также он задал вопрос о том почему сейчас детская обувь не входит в товары первой необходимости так без qr кодов и и невозможно купить его попытались остановить но володарский сказал как отрезал что будет постоянно выходить и говорить так как статья 55 регламента ему это позволяет где я буду сидеть это не твое собачье дело я читаю регламент понимаешь ты мне еще будешь указывать где мне сидеть еще раз повторяю по жизни это ты будешь спрашивать в новом городе пацанов 55 статья мне позволяет вносить свои предложения в регламент если вы читать не можете почитать депутат еще раз повторил что сегодня идет нарушение конституционных гражданских прав депутат алексеев попытался напомнить володарскому про федеральный закон на который основываясь главный санитарный врач выносит постановление по ульяновской области связи с обстановкой по вирусу и мол не надо рассказывать какой вы здесь ум далее алексеев начал спрашивать о том сколько депутатов посетили больницы за это время и почему он молчал на протяжении 16 лет и допустил развал системы жкх в общем начал мешать праведная с грешных володарский все равно продолжал говорить о безумных нарушениях ограничениях конституционных прав граждан через введение этих ограничений которые ведут к разрушению бизнеса только в том году отметил депутат 2200 предпринимателей приказали долго жить давайте дальше их будем уничтожать малый средний бизнес их уже загнали в угол и деваться им некуда алексей юрьевич я прежде чем задам вопрос хочу сказать следующее вы сейчас слишком много чиновников привозите в регион я хочу чтобы вы соответствующую работу с ними проводили чтобы они с населением с депутатами особенно вели себя достойно не оскорбляли людей не занимались чиванством и скажем так разного рода безобразием хочу напомнить если кто-то не помнит что правительство региона в том числе губернатор подотчетен региональному парламенту но теперь вопрос после введения вами алексей юрьевич qr кодов у нас в торговых центрах выручка у предпринимателей упала на 50 а то и 80 процентов это же гарантированное быстрое разорение наших предпринимателей эти люди которые работают здесь у них есть дети они платят налоги сегодня борьба с пандемией связано с доходами коллеги это же бюджет мы обсуждаем бюджет и бюджету сегодня наносится ущерб разоряются предприятия почти две тысячи предпринимателей мы в прошлом году потеряли это очень очень важный вопрос эти ограничения и скажем так сегрегацию нужно водить в больницах где люди с насморком и температурой приходят и заражают друг друга они ведь не фитнес центре находится а какой нормальный человек с температурой пойдет в тот же фитнес-центр еще в переполненном утром маршрутках тогда извините в обнимочку ездят как родственники как так можно то есть а ходить здоровому человеку фитнес-центр нельзя зато ограничение на общественный транспорт мы убираем в чем логика поэтому у нас есть к вам предложение до принятия федерального закона отменить введенные вами ограничения может хватит просто нагонять жути люди сами решат что им делать делать укол или нет это право выбора каждого хотя бы до принятия федерального закона завершил свою речь депутат депутат еще раз подчеркнул что сегодня бюджетная политика губернатора не решает главные вопросы сбережения и благополучия граждан а что думаете вы по этому поводу уважаемый зритель обязательно свое мнение оставляйте в комментариях не забывайте делиться данной информацией вы видите чем дальше тем только хуже и хотелось бы выразить уважение депутату который не побоялся который сказал как отрезал которого не смогли остановить и он до конца договорил свое мнение по всему тому беспределу который на сегодняшний день происходит в россии и и Субтитры сделал DimaTorzok